СИРИЙСКОМ ПОДВИЖНИКУ СИРИЙСКОМ ПОДВИЖНИКУ СИРИЙСКОМ ПОДВИЖНИКУ СИРИЙСКОМ ПОДВИЖНИКУ СИРИЙСКОМ ПОДВИЖНИКУ СИРИЙСКОМ ПОДВИЖНИКУ Действительно, царь Петр после смерти в 1700 году патриарха Адриана запретил выбирать нового предстоятеля церкви, заменив патриаршество коллегиальным синодальным управлением. Петр полагал, что для молодого государства с непросвещенным народом само существование патриарха подрывает авторитет царя. Народ не должен путаться и сомневаться, в России только один великий государь. Но далеко не все деятели нашей церкви разделяли подобное мнение Илариона. Почитаемый святитель Воронежский, архиепископ Антоний Смирницкий, которому довелось в 1832 году канонизировать и открывать мощи святого Митрофана Воронежского, современника и сподвижника Петра Великого, не скупился в своих высказываниях на самые громкие похвалы в адрес самодержца. Это тот, которому любезнейшее наше Отечество обязано своим образованием, своим благоденствием, своею славою. Тот, который благочестие утверждал в своей империи, писал Антоний. Петр Великий один есть целая всемирная история. Напишет Александр Сергеевич Пушкин. Если разобраться, то большинство существующих сегодня государственных учреждений берут свое начало от конкретного того или иного Петровского указа. Итог его деятельности в том, что никому неизвестная Московия стала влиятельным европейским государством. Петр верил в нравственные силы своего народа и призвал народ к большому труду, к подвигу, к великому подвигу, к пожертвованиям, к лишениям всякого рода. Он и сам показывал пример во всех этих самоотверженных трудах. Именно император Петр заставил своих граждан употреблять такие выражения, о которых прежде толком никто и не слышал. Служение Отечеству, польза Отечества, судьба Отечества. Всемирно известными стали слова, которые он произнес перед Полтавской битвой. Войны, пришел час, который решит судьбу Отечества. Имейте в сражении перед очами вашими правду и Бога. О Петре ведайте, что ему жизнь его недорога. Только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего. Не так просто найти во всемирной истории государя с натруженными, изранеными, мозолистыми руками простолюдина. Вспомним, как праведно он умер, простудившись, поздней осенью спасая севший на мель корабль с простыми солдатами, стоя по пояс в ледяной воде. При этом он тогда уже ощущал признаки нездоровья, но не сомневаясь полез в воду, спасая матросов. Без всякого сомнения, личность Петра имеет огромное значение, как великий нравственный пример для всех современных государственных деятелей. Скажу даже больше. Современное, независимое, суверенное государство, крепкое, могут построить только такие убежденные и самоотверженные руководители, которые подобны императору Петру. Власть – это не привилегия, не средство обогащения, а тяжелый крест, обязанность без остатка жертвовать собой ради блага любимой страны. Ну, конечно же, справедливы и многие критические упреки в адрес Петра Великого. Мы призваны учиться на примере его ошибок. Хулители Петра утверждают, что за народной массой он никогда не видел конкретного человека. Он смотрел на людей, как архитектор смотрит на камни и кирпичи. Он переломал хребет русскому народу. Придал своей империи много внешнего величия, но внутреннюю цельность общества разрушил, внес семена сословной классовой вражды. Великий Петр был первый большевик, не знал иных путей, а притчу каза казни и застенка к осуществлению правды на земле. Это из стихотворения Максимилиана Волошина. Петр – автор глубокой и последовательной церковной реформы, которая выражалась не только в замене патриарха на коллегию синода. Смысл ее в том, чтобы полностью подчинить церковь государственной власти. При Петре государство стало отрицать всякую независимость прав церкви. Абсолютная власть императора. Это единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий, всякого законодательства, всякой деятельности, в том числе и деятельности церкви. Государство все считает своим. У церкви нет никакого самостоятельного, независимого круга дел, никакой власти. Ибо государство все дела считает своими. Петр создает так называемое полицейское государство. Он стремится регламентировать всю жизнь народа, каждого отдельного подданного ради общей пользы, ради общего блага. Видный наш историк, пратерей Георгий Фроловский, точно написал про суть петровских реформ. Цитирую. Государство не столько опекает и защищает церковь, сколько отбирает у церкви и берет на себя все ее задачи. И если затем доверяет или поручает церкви эту заботу, то уже как государственный заказ, поручение. И только в рамках этого поручения. Всю деятельность православной церкви сводят к функциям государственного министерства религиозного исповедания. Измеряют достоинство церкви в меру государственной полезности, в меру нужды, пригодности для осуществления политических, воспитательных задач государства. Архиереи, священники во многом превращаются в госслужащих, чиновников, которых обременяют различными поручениями. Реформы императора Петра сильно изменили лицо церкви. Но, конечно, они не были способны церковь разрушить. Никакими внешними реформами невозможно остановить, регламентировать поиски стремления человеческой души к религиозной истине, к религиозной свободе, к обретению смысла жизни, к молитве, к созерцанию духовному. Святая церковь остается церковью и в эту так называемую Петровскую синодальную эпоху. Она церковью останется и при кровавом гонении большевиков. Реформы Петра приведут к закрытию многих монастырей, к исходу лучших монахов за пределы империи, прежде всего в Молдавию и Румынию. Однако отметим, что со времен Петра страна покроется сетью духовных школ, академии, семинарий, в которых будет процветать интеллектуальная работа, развернутся богословские дискуссии. Выдающаяся, сложная, противоречивая личность императора Петра Великого будет вызывать яростные споры на протяжении всего времени, пока существует мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова